Сегодняшний вопрос, безусловно, очень важен. В целом, мы поддерживаем положение, высказанное в докладе. Ержан Торханович подробно остановился на всех уровнях массового сторпа, в том числе в системе образования. Чтобы не повторяться, отмечу только основные. Мы работаем по трём главным направлениям. Во-первых, расширяем доступность школьного физического воспитания. Во-вторых, развиваем школьный и студенческий спорт. В-третьих, наращиваем проведение спортивных соревнований молодёжи вплоть до самого высокого уровня. По всем этим направлениям идёт рост. Цифры были продемонстрированы, они приводились в докладе. Добавлю только несколько. Сегодня 87,7% детей-школьников имеют возможность для занятий физической культурой и спортом круглогодично в спортивных залах. 23,7% зимними видами спорта и 1,5% плаванием в условиях школы. В школах работает свыше 20 тысяч педагогов в физическом воспитании. За последние годы для системы образования вузами подготовлено более 7 тысяч учителей физического воспитания. Давно стоял вопрос об увеличении грантов для подготовки преподавателей физического воспитания. И в 2013 году по становлению правительства дополнительно выделено в этом году тысячу образовательных грантов на подготовку кадров учителей физкультуры с высшим образованием. Это очень хорошее продвижение. В дошкольных организациях в соответствии с программой здоровья физической культуры в возрасте от 3 до 6 лет охвачены более 600 тысяч детей. В организациях технического профессионального образования занятия по физической культуре предусмотрены в объёме не менее 4 часов в неделю. Два часа из которых со второго курса могут отводиться для занятий в спортивных секциях. По завершении сдаётся экзамен. При вузах действует 56 спортивных клубов, около 2000 спортивных секций. Ежегодно мы проводим и планируем совместно с агентством свыше 70 республиканских турниров и соревнований по 20 массовым видам спорта. Среди них спартакиады школьников, универсиады и другие массовые соревнования. В 2013 году на организацию комплексных спортивных мероприятий среди учащихся молодёжи и студентов выделено 250 миллионов тенге. Сейчас 135 спортсменов нашей студенческой сборной участвуют во всемирной универсиаде, 27-й универсиаде в городе Казани. По итогам первых двух дней завоёвано 5 медалей. Одна золотая, две серебряные, две бронзовые медали. Хочу остановиться также на некоторых проблемных вопросах, затронутых в докладе. Первый. О повышении доплаты педагогам за проведение внеклассной работы в спортивных секции с 45% до 100% БДО. Мы полностью это поддерживаем. Более того, в новых государственных стандартах, утверждённых правительством буквально недавно, это жёстко закреплено. Естественно, там, где для работы таких секций, созданные все условия, мы поддерживаем 100% доплату от преподавателя. О двух или трёх часах обязательных занятий физической культуры и спорта. До сих пор у нас было три часа в инвариантной части. И с 1 сентября этого года мы планировали перевести один час на вариативную. Эта мера была вынужденная, поскольку общая нагрузка у нас ограниченная. Но приходится вводить дополнительные предметы, английский язык. Идут предложения по другим предметам. Поэтому прошу понять здесь нас правильно. При этом третий вариативный час по физкультуре остаётся фактически обязательным. И будет использоваться на реальную физическую нагрузку там, где есть соответствующая база. Мы рассылаем по этому вопросу инструктивные письма. Агентство, конечно, думает, что вариативная часть, инвариантная, выполняться будет строго обязательной. Но я думаю, что вариативная часть – это тоже та часть, которая выполняется в обязательном порядке. Другое дело, что ещё не все школы обеспечены спортзалами. Да и те, которые имеются, часто не могут по нормам обеспечить нужного числа занятий, особенно при введении раздельного обучения по физкультуре. Девочки отдельно, мальчики отдельно занимаются. Это очень важный вопрос, и он стоит уже много лет. Для его решения необходимо мобилизовать усилия местных исполнительных органов, строить спортзалы там, где их нет. А где есть – расширять спортивную базу за счёт зимних видов спорта, летних площадок и так далее. То же самое и по материально-техническому обеспечению. Это вопрос также застарелый, и местным исполнительным органам надо его решать. Четвёртый вопрос. Этот вопрос мы поддерживаем. Эффективное использование спортивных сооружений вне организации образования. Они есть, но зачастую недостаточно загружены, слишком велика стоимость использования этих залов. Думаю, надо системно решать этот вопрос, их доступности для детей и молодёжи по цене, условиям и так далее. И поддерживаем агентство. Надо пересмотреть президентские тесты. Они более 10 лет есть. Они так выстроены, что практически там 90 с лишним процентов не выполняют. Здесь надо, конечно, выявлять причины. Мы смотрели нормативы, они очень высокие. Поэтому здесь надо подойти, и то, что агентство предлагает пересмотреть нормы, мы полностью поддерживаем, Сергей Михайлович.